Привет, друзья! Каждый вечер, когда приближается закат, во Вьетнаме рыбаки выходят на берег, вооруженные своими сетями и надеждой на богатый улов. Кстати, я его покажу в конце видео. Для меня море – сокровище, и мне, конечно, было очень странно, что вьетнамцы так много мусорят на пляже. Правда, потом пляж убирают, но все равно отношение к морю странное. А еще они постоянно что-то из него добывают, то рыбу ловят, то в мокром песке выкапывают креветок, рачков и моллюсков, то вообще с металлоискателями пляж прочесывают. Об этом есть другое мое видео. А потом я поняла, что для них море – это как для нас лес. У нас же тоже там кто траву для коз запасает, кто ветки собирает, кто по грибы, кто по ягодам. А еще есть березовый сок, береста, шишки, а уж не говорю о древесине. Напишите в комментариях, что вы любите делать в лесу. А мусор в лесу, к сожалению, тоже все знают. В такой аналоге мне как-то стало понятнее поведение вьетнамцев. А вот и улов. Тут есть рыба и вот такие полосатые креветки-богомолы. Их ловят в мокром песке на глубине. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы узнавать больше удивительных историй о жизни во Вьетнаме. Привет, друзья! Вот рыбное место на небольшом уличном рынке. Здесь есть свежие креветки разных размеров, начиная от крошечных и заканчивая впечатляющими гигантами. Цена примерно 600 рублей за килограмм. Как ни срана, покупаешь большие, а потом они увариваются и становятся размером, как стандартные мороженые в пакетах в магазине. Но вкус, конечно, совсем другой. Кроме того, здесь есть разнообразная живая рыба, хотя с учетом местных цен проще брать уже готовую. Так что если вы гурманы и цените разнообразие морепродуктов, то Вьетнам – настоящий рай для вас. Подписывайтесь на мой канал, чтобы следить за всеми моими приключениями и открытиями во Вьетнаме.